Воскресенский храм в этот день благоухал. Все было украшено цветами – иконы, подсвечники, иконостас, престол. И даже пол перед сельёй был устлан лепестками роз. И в сердцах прихожан, а их храм еле вмещал, разливалось что-то торжественное и радостное. Пасхальное настроение не покидало на протяжении всей божественной литургии, которую в сослужении духовенства и пархии совершил митрополит Читинский и Петров Забайкальский Дмитрий. Особую радость вызвало награждение пастырей храма. Настоятель протеерей Виктор Ковалёв был удостоен патриаршей Айерей Михаил Рымарев архиерейской награды. Удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени, Кирилл Патриарх Московский и Сиэр Мусин. Аксиос! Достоин клирика храма Воскресения Христова города Читы Ирея Михаила Ильича Рымарева право на ношение на бедринка. Дмитрий Митрополит Читинский и Петров Забайкальский. Аксиос! 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 Аксиос куда начинал и свой священнический путь. В храме собрано множество старинных икон, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Икона Александра Невского. Внизу написано, что эта икона пожертвована солдатами. Нижними чинами там написано, увольняющимися в запас. Вот собрались эти увольняющие в запас солдаты еще до революции. Сложили какую-то свою жертву, которую каждый из них мог принести. И написали вот такую замечательную икону. До сих пор эта икона находится в храме. И каждый раз, когда я захожу в него, я обязательно прикладываюсь к этой иконе, поминая вот этих вот солдат имен. Там не написано, неизвестно даже, сколько их этих было солдат. Но вот так вот простой человек, простой люд беспокоился о том, что храм приукрашался. Многие прихожане в этот день постарались принять святое причастие. После литургии с хоругвами и иконами духовенство и прихожане прошли крестным ходом. По традиции читалась Евангелие, освящалась и окроплялась святой водой все пространство. В завершение богослужения священники и прихожане храма поздравили владыку с праздником, преподнесли ему цветы и подарки. Но, в свою очередь, и юбиляры не остались без подарков. Пасхальные ленты, сладкий подарок и памятный магнит получил каждый из прихожан. Студия «Слово» Забайкальской митрополии. Забайкальской митрополии.